фармхаус привет у нас очередной обзор дома с выставки open village на этот раз каркасник площадь сто восемьдесят шесть квадратных метров участок 13 соток пойдем смотреть начинаем с участка участок с достаточно лаконичным простым дизайном мало растений очень много газона и больше всего меня в ландшафте впечатлила вот это царская песочница первый раз вижу чтобы песочницы делали без огородки здесь какие-то типа бордюр наверно там песок насыпан внутри но мне кажется классно приеду домой покажу жене чтобы вы будете себя сделаем такое же идем дальше прям перед домом находится такое костровище тоже очень много кто делает на этой выставке такое костер как огонь центр притяжения здесь тоже оригинально так сделано такая как это и в стиле альпийской горки насыпано здесь традиционная уже ржавые элементы в дизайне то что мы увидели в пообразном доме там был такой же костровище с ржавчиной видели в каркаснике от избурга там были ржавые одуванчики а здесь тоже ржавый костер и светильники я реально не понимаю что это за мода давайте пишите в комментарии рассказывайте что кто знает что это за прикол и вот это вот мы гадали зачем им нужны эти железяки оказывается они нужны для того чтобы не разлетались угли что-то мистика какая-то идем дальше подходим к дому открытая терраса 38 квадратных метров закрытая терраса 18 метров оригинальное решение мы много видели здесь крытой террасы но здесь она застекленная холодное остекление ну классное решение мне кажется для для такого выход с кухни можно посидеть спокойно и даже осенью поставить какую-нибудь нагревашку небольшую ну то есть существенно повышает удобство и ресурс эксплуатации единственное чем не хватает здесь это гриля может быть он будет там на открытой террасе но здесь прям вот хочется тут пожарить мясо тут сесть с гостями на этой террасе и пообедать дом каркасной с элементами фахверка вот такие здоровенные столбы стоят на фасаде которые обрамляют огромное панорамное остекление большие окна в пол все как мы любим доме или три спальни или две спальни кабинет здесь сделано две спальни кабинет детская гардеробная кабинет мастер спальня детская спальня интересно что здесь сделали деревянную отделку хотя во всем доме вроде бы такие гипсокартон покрашенный и прикольный шалашик в общем минималистичном стиле мастер спальня классное решение вообще обожаю вот это вот сочетание гардеробная ванна в мастер спальнях здесь тоже необычная да то здесь казалось бы спальня отдельный угол с гардеробом и пойдем смотреть ванну вот она мечта любой женщины отдельно стоящая ванна в мастер спальня классное решение вот это обычно всегда знаете как из таких отдельных стоящих ванн бояться что вода будет плескаться здесь продуманную положили камушки прикольное решение с точки зрения дизайна и функционала ванна достаточно небольшая но по моему очень функционально и прикольно ванны очень нетривиальное решение это панорамное окно чтобы можно было поближе познакомиться с соседями вообще конечно здесь не хватает прям блокаута если честно либо вы не очень стеснительный либо странное решение честно поставить в хозяйской мастер спальне стиральную машинку ну зачем просто там при наличии достаточно большого технического помещения я не очень себе представляю как хозяйка лежа в этой прекрасной отдельно стоящей ванне достает белье ну по моему зря поставили лучше бы сделали дополнительный шкафчик внутри ну шкафчики как обычно большое помещение в доме прям царская такая 50 метровая кухня гостиная с крутым панорамным видом правда возникают вопросы к приватности тут все-таки это остекление выходит прям на улицу да вот как здесь придется на все равно тоже какие-то шторы здесь приватность с приватностью напряженка интересное решение с точки зрения отделки потолка тоже такие ломаные линии и прикольное освещение освещение по периметру видимо светодиодная лента которая меняет цвет можно настраивать и тоже не первый раз видим вот эти изогнутые светильники это так заморочились освещению здесь кухня снова кухня секретом уже второй дом которая вижу с таким решением очень крутое мне очень нравится когда фасад кухни открывается в техническое помещение туда 10 холодильников стиральная машина из мастер спальни из хозяйской ванны и там есть отдельный вход тоже занести что-то продукты там не знаю ну классно кухонная зона совмещенная со столовой мне очень нравится что здесь можно из кухни выйти на вот эту самую крытую террасу то есть тебя есть возможность сделать обеденную зону в помещении можно поставить стол терраса достаточно большая 18 метров и обедать здесь и при желании вот через это окошко которое да у нас здесь который мне всегда очень нравятся окна да с вот видом с кухни можно если сделать открывающиеся передавать туда техническое помещение в котором попали с кухни мне прям не хватает здесь выхода на парковку как вот в предыдущем доме в предыдущем обзоре где вход на кухню был сделан через техническое помещение с парковки занесли все поставили сделали а тут выход идет на детскую площадку ну так себе мне кажется планировку надо был дом просто развернуть другую сторону отзеркалить его чтобы этот выход был к парковке а спальня и детская как раз выходили наоборот на эту детскую площадку доме традиционная вентиляция уже наверное я здесь не видел ни одного дома без вентиляции вообще где-то центральная где-то бризеры в стенах стояли ну вот маст хэв ну наверное это уже такая классика решений для загородного дома это приточно-вытяжная вентиляция также как мастер спальня с гардеробом и собственной ванной существенно улучшает качество жизни в доме никаких тебе постоянно открытых окон плюс еще если при . с рекуперацией тепла то еще экономия на отопление классное решение тоже не первый раз видим технический душ в техническом помещении зашли собаки помыли лапы оставили какой-то грязные вещи там не знаю колеса у детского велосипеда поставили это здесь супер это был обзор на каркасник 130 квадратных метров с выставки open village не забываем подписываться на наш канал ставить лайки и писать в комментариях какой еще дом вы хотите увидеть в обзоре на форум хаосе с вами был алексей кутейников до встречи и и и и и и и Продолжение следует...